Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Настолки Лайф. Ощущение, что топ января вышел буквально вчера, и вот мы уже подводим итоги второго месяца года. А примечателен он тем, что прошедший в начале февраля Кэмп практически не подарил ярких настольных эмоций, что бывает довольно редко. В общей сложности в этом месяце удалось сыграть 60 партий в 33 игры, а новых для меня оказалось 18 коробок. Рекордсменом по количеству партий стала игра Кодовые слова, 15 попыток. А второе и третье место заняли Кракенол с пятью партиями и Роллплеер Адвенчерс с прохождением четырех сценариев. Приключения во вселенной пути героя все еще вызывают положительные эмоции, но игра была топ-1 января, так что не станем повторяться и дадим шанс новым играм. А теперь устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Станет ли это традицией, пока непонятно, но уже второй месяц подряд в топ попадает Пати Гейм. Буквально за день до Кэмпа получил свою коробку кодовых слов и на всякий случай взял с собой. Кто бы тогда знал, что она окажется самой играемой. Пусть вас не сбивает с толку название игры. С кодовыми именами новинка от стиля жизни не имеет ничего общего, но вероятно была так названа как раз для созвучия в угоду маркетинга. Суть игры заключается в том, чтобы давать подсказки остальным игрокам, объединяющих два конкретных слова. Но сложность спрятана в количестве слов на столе. Всего их 10 и образуют они 25 пар, правда это на высоком уровне сложности. И задача всех игроков за отведенное время угадать все 25 ассоциаций. После первой партии были странные ощущения, будто что-то не так работает или мы чего-то не понимаем. Но с каждым следующим заходом игровой процесс раскрывался все сильнее. Казалось бы, что может быть проще, чем объединить два слова. Но поверьте, порой это просто невозможно из-за ситуации на столе. И приходится либо рисковать и быть оригинальным, либо притаиться и ждать своего шанса, попутно разгадывая чужие ассоциации. Быстрая, динамичная, сплочающая и даже раскрывающая людей игра. За три дня 12 партий, а у некоторых и того больше. Коробку постоянно стреляли и раскладывали то тут, то там. Короче, без прикрас, кодовые слова оказались игрой кемпа. Да, были люди, которым игра в итоге не раскрылась, но, как и любая пати, она сильно зависит от компании, а мне с этим очень повезло. Любите этот жанр? Обязательно попробуйте! Лично для меня игра стала настоящим открытием. Очень рад, что теперь она есть еще и на русском языке. На четвертое место в феврале я поставил красивую, абстрактную игру, которая совсем недавно побывала на кикстартере. Честно скажу, смотрел на нее с небольшим налетом скепсиса, ведь сочетание таких вещей, как кикстартер и красивая игра порой способны неприятно удивлять. Но что же получилось на самом деле? Vivid Memories – игра от автора Monumental и Chocolate Factory, которая предлагает нам окунуться в детские воспоминания. Игрокам необходимо из цветных ромбовидных фишек собирать на своих планшетах различные узоры и прокладывать маршруты. А получать фишки придется благодаря хитро сделанному драфту, который отвечает не только за взаимодействие между игроками, но и за получение дополнительных победных очков благодаря целям. Правила крайне просты, а игровой процесс способен заставлять игроков неплохо так подвисать, если они хотят заработать хоть какие-нибудь очки. Последние же получаются не только за цели, но и в основном за соединение точек в разных частях планшета фишками соответствующего цвета. И это бывает ой как непросто. Сложность в том, что уберя от одной до трех фишек на драфте, вы можете разместить их только в одну ячейку, и дополнить ее впоследствии будет уже нельзя, но с помощью особых действий фишки можно будет менять местами или перемещать. Инструментарий для заполнения планшета авторы выдали игрокам знатный, и играть с ним очень интересно. Здесь вам не только планирование на раунд, но и возможность использовать разные стратегии, как например зарабатывать очки здесь и сейчас, или дотерпеть до конца и получить сразу много. И это не говоря о дополнительных действиях, которые хоть и применяются в конце раунда, но могут быть недоступны из-за того, как вы сыграли непосредственно драфт. Игра и вложенные идеи работают очень здорово, и как следствие играть в нее оказалось очень приятно. А уж что касается оформления, то тут все понятно и без лишних слов. Знаю, что Vivid Memories часто называют новым азулом, но я не уверен, что это так. Vivid кажется многогранней, хоть и предлагает похожее выкладывание фишек на клетки. А что лучше, сыграйте и решите для себя сами. Лично я не нашел ответ на этот вопрос. Всегда радуюсь, когда красивая игра оказывается еще и хорошей. Смело рекомендую всем, кто любит семейные, абстрактные, да и просто красивые игры. Думаю, вы не разочаруетесь. Тройку лидеров открывает текущая локализация от Космодром Геймс. Игра, от которой сложно было что-то ожидать, но которая изрядно удивила. И думаю, вы уже поняли, что речь пойдет о коробке под названием ИКИ. Игра о мастерах Эду. Как многие из вас слышали, ИКИ является переизданием оригинальной игры 15-го года, которую исправляли не только визуально, но и с точки зрения некоторых механизмов и игрового баланса. Сравнить две версии не смогу, так как играл только в новую, и она не разочаровала. Игра переносит участников в Японию эпохи Эду, где кипит жизнью торговый центр города. Игрокам предстоит создать лучшие условия для его процветания и благополучия, нанимая мастеров и заключая соглашение с торговыми лавками. Сердцем игры является рондель, то есть торговая площадь, перемещаясь по которой игроки будут выполнять различные действия. Как правило, они направлены на получение монет, ресурсов или победных очков, но иногда встречаются и какие-нибудь хитрые действия. Во время своего хода для их выполнения игрок сможет активировать торговую палатку и или одного из мастеров. Хитрость же заключается в том, что именно мастеров игроки выкладывают на поле сами, а потому правильное планирование размещения своих горожан это один из ключевых моментов игры. Через них происходит большое количество взаимодействия, от возможности подставить своего мастера под регулярную активацию за счет полезного сочетания свойств мастера и торговой палатки, до возможности закрыть важную клетку на поле, чтобы лишить соперника победных очков, или наоборот, удачно пристроиться к очкам другого игрока. То есть по факту мы получили очень необычное сочетание, которое я бы назвал рондель-билдинг, когда вы вроде и ходите по кругу для активации действий, но наборы этих действий создаете самостоятельно. Раньше я с таким просто не сталкивался. Первая партия прошла будто в несложную семейку, но уже вторая, с пониманием игровых процессов, раскрыла игру как очень конфликтное евро. К уже упомянутой торговой площади можно добавить и два вида рынков, и товары, количество которых ограничено, и трек борьбы с пожарами, который в том числе отвечает за порядок выбора очередности хода. В общем, поиграть там есть во что, а уж если любите взаимодействие потеснее, то игра точно сможет вас порадовать. Нравится, когда игры, о существовании которых ты даже не подозревал, дарят не только приятный игровой опыт, но и показывают тебе что-то действительно новое. Рад, что в данном случае речь идет не о какой-то очередной зарубежной новинке, а об игре, которую мы увидим на русском языке. На второе место забралась, как мне кажется, замечательная новинка от Dever Games – Luna Capital. Удалось с ней познакомиться благодаря Саше из блога про настолки, и теперь думаю, а может и мне нужна своя коробка. Действие игры разворачивается в будущем, где разные земные корпорации стремятся поскорее освоить Луну. В процессе партии мы будем расширять доступные для строительства территории и возводить на них модули разного назначения – продовольственные, жилые или, например, технического характера. В том, как мы расположим все наши здания в своей игровой зоне и кроется итоговый результат. Принцип прост – собирай области одинаковых зданий и не забывай попутно выполнять цели. Но тут главное не медлить, ведь они перестанут быть доступными, если кто-то достигнет их раньше тебя. Сложности процессу накидывает рынок, где игроки выбирают здания для постройки. Они всегда идут в паре с картой местности, на которых и предстоит построить будущую столицу. Но просто так их тоже нельзя добавить к своим территориям, ведь хитрость кроется в порядковых номерах карт и присоединять их можно только так, чтобы получались значения по возрастанию. Благо, нам доступно сразу три ряда и есть где развернуться, по крайней мере в начале партии. В итоге получилась головоломка в головоломке. Спланируй территории на будущее так, чтобы их успешно застроить. Но рынок хоть и дает выбор, бывает беспощадным. И, например, с нужными зданиями в паре достается очень плохая для тебя карта территорий. И вот в этом вся игра – принятие решений без перерыва на обед, длительное планирование плюс гонка за цели. Крайне приятные ощущения от несложной по правилам, но предлагающей очень бодрый игровой процесс симпатичной игры. Я уже выражал мысль, что по духу игра мне очень напомнила отличную каскадию, но тем не менее со своим характером. Открытым остается лишь один вопрос – возьмет ли кто-нибудь игру на локализацию? Игра, ставшая в этом месяце разочарованием, совсем недавно красовалась в моем топе ожиданий на 2022 год. Если не смотрели, обязательно ознакомьтесь. Не то чтобы ожиданий было слишком много, но имена авторов, несомненно, подкупали. И сейчас я говорю о будущем кикстартере этого года игре от Holy Grail Games под названием «Энциклопедия». Дуэт авторов раньше трудился над игрой «Музей» и отличной стратегией «Dominations Road to Civilization». Обе эти коробки мне очень нравятся, и именно поэтому энциклопедия автоматически была взята на карандаш. Игра переносит нас в 1739 год, где мы под покровительством французского графа создаем первую в мире энциклопедию естественной истории. В наши задачи входят найм персонала, сбор экспедиции, исследование животных в дикой среде и написание научных статей. Все это приводится в движение кубиками рабочими, цвет и значения которых порой влияют на силу выполнения того или иного действия, коих всего шесть. И хоть игровые процессы кажутся простым, поставил кубик, выполнил действия, одно из них умудрились сделать максимально путанным. Видимо, чтобы игра приобрела хоть какой-нибудь вес после действий в стиле «взял карту» или «получил монету». Такой диссонанс вызывает удивление, так как действие, отвечающее за основной способ зарабатывания очков, выглядит так, будто лассердовский лиссабон встроили в карточный филер. Мало того, усваивается он очень туго из-за обилия условностей. Вы просто должны знать, что это вот так, а не иначе. В топку интуитивно понятные механизмы. Ко всему прочему, еще и правила написаны, как и подобает этому издателю, не очень хорошо, с упущением некоторых значительных нюансов, которые приходилось раскапывать самостоятельно, или двоякими формулировками, особенно в самом сложном месте игры. Что же касается игрового процесса, то он крайне однообразен без альтернативы. Взяли карту, сходили в экспедицию, написали научную работу. Взяли карту, сходили в экспедицию, и так далее. Возможно, от этого можно было бы и не устать, но, к сожалению, партия способна изрядно затянуться. У игры, несомненно, есть плюсы. Например, выставление рабочих, когда вы можете использовать не только своих, но и чужих, подрезая важные значения у своих соперников, при этом в ответ раздавая совсем небольшие бонусы. Плюс то, как интересно в отношении действий могут применяться эти кубики, вызывает приятные игровые ощущения. Но спасает ли это игру от монотонного и однообразного игрового процесса? Пожалуй, нет, но, по крайней мере, в моем случае. Даже жаль, ведь игра выглядит просто невероятно. Что тут еще добавить? Лично я сэкономил деньги. Благо, в наше время частенько есть возможность пробовать игры заранее. Ну, а если вас все же заинтересует кикстартер, знайте, мод в тейблтопе в открытом доступе. Забавное совпадение. На первом месте еще одна игра от Dever Games, как и Luna Capital. Плюс пришла прямиком из ожиданий на 22-й год, как и игра разочарования. Но, к счастью, у нее другая судьба. Впервые услышал о Bitoku перед выставкой в Эссене в прошлом году. Внезапно какая-то неизвестная игра взлетела в топ ожиданий огромного количества людей. Зарубежные инстаграмы настольных блогеров пестрили красочными фотографиями новинки и восторженными отзывами. Правда, такие вещи меня обычно настораживают и вызывают желание обязательно попробовать самому. И вот с течением обстоятельств наша встреча состоялась. Bitoku это внешне большая и сложная игра, которая на поверку оказывается не то чтобы сложной и не то чтобы очень большой. Суть игры заключается в том, что в попытках заменить уходящего на покой главного духа леса, игроки призывают йокаев и стражей, чтобы защищать лес и выполнять различные полезные действия, за которые в конце игры обязательно получат победные очки. Все доступные действия выполняются либо разыгрыванием карты из руки, либо манипулированием одним из своих кубиков. А игра устроена так, что больше 9 действий в раунд вряд ли один игрок сможет себе позволить. От всего таких раунда будет 4 штуки. Сами же действия тоже довольно просты. Это либо получение ресурсов, жетонов, карт или размещение жетонов на поле и перемещение своих деревянных пилигримов по клеточкам поля. И пусть действия максимально элементарны, но в конечном счете связывают игровой процесс в одну большую паутину. Я не зря выбрал именно это слово, ведь в игре не ощущается наличие больших связанных между собой модулей, но зато игровой процесс предлагает немалое количество микродействий, из которых и соткана вся игра. Это огромный поинт-салат, где очки зарабатываются за все подряд, и вряд ли можно победить, сделав что-то одно. Но тем не менее, игроки могут выбирать разные направления развития стратегии. Коробка пугает чудовищно огромными правилами, ко всему прочему еще и структурированными очень своеобразно. Но пробившись через их толщу, можно найти несложную, очень приятную и в меру конфликтную комплексную евроигру. Знаю, что большое количество претензий связано с оформлением, но то, что я видел на фотографиях и как игра воспринимается вживую – две большие разницы. Иконографика логична и понятна, а считываемость элементов не вызывала проблем в принципе. Переконтращенные фото на БГГ и в инстаграме превращают красочно оформленную игру в сплошное кислотное пятно, что не имеет ничего общего с визуальным восприятием вживую. По крайней мере так было у меня и у всех, кто составил мне игровую кампанию. Теперь Битоку в сердце. И если к концу года назреют топы игр по жанрам, то уверен, она точно найдет свое место в одном из них. Спасибо, что были со мной все это видео. Как всегда, надеюсь, что вы подчеркнули для себя что-нибудь действительно интересное. До встречи в следующем месяце!